Звёздный завтрак на Радио Шансон И он идёт и хромает Потому что у Василия Викторовича У нас такая же проблема У одного из нас такая же проблема Но я-то уже гипс снял А почему он у тебя был? Потому что я был невнимателен Или пьяный Нет, просто невнимателен Надо всегда помнить, когда левостороннее движение в стране А когда правостороннее Так, ты был даже не в своей стране Поехал отдыхать У меня всё экзотично У меня вообще традиция такая, которая Не дай бог каждому И надо вообще заканчивать с этим В прошлом году я поехал в Казахстан кататься на горных лыжах Это была правая нога В этом году я поехал в Таиланд И решил покататься на байке Вот это левая нога Вася, так ты профи уже Эстремальный вид спорта, Новый год Вот это всё моя тема такая Ну нормальный человек, понимаешь, как я Ломает ногу в дворе своего дома Нет, нормальный человек не так делает Нормальный человек Сначала идёт в страховую компанию Страхуется на крупную сумму Вот как надо мне сделать следующий Новый год Да, и тогда поверь по закону полностью Ты ничего не сломаешь И деньги потеряешь Ну да, немножко Лучше потерять немного денег Чем потерять немного здоровья Это очень неправильно Очень Расскажи, пожалуйста, о своём клипе, который мы только что посмотрели Ну мы посмотрели, потому что у нас здесь телевизор А те, кто скачал приложение Радио Шансон в App Store и в Google Play Тоже посмотрел Почему в этом клипе женские образы Представлены, один раз только была чёрненькая Исключительно блондинки Где рыжие? Где седые? Дело в том, что собирались очень быстро И париков не нашлось больше А, я думала, моделей не нашлось больше Да нет, модель там, как с моделями всё нормально Там была одна модель Это Ди Каприо на Баяне? На Гордеоне? Не, не, вот это же очень красивые, кстати, девушки были Вот эти блондинки Это, да Такие Лучше бы их не увидеть в темноте ночью Случайно Вот именно там он их увидел первый раз в Таиланде И пригласил И пригласил И сломал ногу сразу От удивления Хороший ход Надо так же сделать в моём клипе Хорошие девчушки Ребята, молодцы Спасибо, держите Вот вам краба Я пошёл Друзья, если у вас есть вопросы Там же крабами расплачиваются в Таиланде Так, всё, хватит Давай, давай, что там Можно? Если у вас есть вопросы Сегодняшнего гостя Плюс 799-955-130 Вайбер, ватсап, смс Работают Звёздный завтрак На радио Шансон 10-15 Звёздном завтраке Сегодня человек-оркестр Василий Урьевский Кто-то знает его по выступлениям Кто-то следит за творчеством Его музыкальным Кто Это я просто продемонстрировал Банку открыл С огурцами Закрутка Да, глазом Многие, конечно же, Василия Впервые увидели, оценили И полюбили Благодаря телевизионным проектам Я вот только что узнал Что, оказывается, Василий Участвовал и в проекте На канале России В двух проектах Ты сначала там был на большой сцене А потом в «Голос» пошёл Главная сцена на «Россия-1» И «Голос» на следующий год На первом Так, где понравилось больше? Ну, почему-то все задают этот вопрос А я почему-то прям так и отвечаю Мне больше понравилось на «Россия-1» Там душевнее? А где ты дальше прошёл? Вот потому что я там дальше прошёл Я стал финалистом Я занял третье место И поэтому я там был дольше У меня было больше возможностей Делать, что хочу Подожди, это в этой главной сцене Сардор победил или нет? Или он до этого? Он победил в этом проекте Но в первом сезоне В первом сезоне А я бы во втором Понятно Ну и вот ты занял третье место, да? Что-то изменилось после этого? Или пришлось на «Голос» всё-таки Потому что ничего не поменялось? Ну не то, чтобы пришлось теперь на «Голос» Нет, на «Голос» были другие причины пойти Поменялось, ну, как бы Узнаваемость какая-то появилась Чуть-чуть подросла Сколько стало концерта? Стало больше Корпоративов, вот, надо сказать Больше не стало Потому что, не знаю почему Дорогие друзья А что, они были для этого проекта? Нет, ну, были А продюсер у тебя есть? Продюсер у меня есть Телефон продюсера можно найти в соцсетях По имени, на сайте Василий Урьевский.com Как зовут продюсера? Руслан Нуриев Всё тебе надо знать Ну, конечно В общем, звоните, приглашайте на корпоратив Их мало, но не потому, что мы не хотим Вот У нас есть, у нас есть чем порадовать Ну, послушай, помимо музыки Ну, людей на концерты стало ходить побольше Люди узнают, да Вот даже мне Я летом, так получилось, поехал На фестиваль в Соединённые Штаты В Нью-Йорк И там оказалось, что Даже ещё больше и активнее Вот люди смотрели Вот проект «Главная сцена» И они там прям Просили вот песни из проекта петь Расспрашивали там Как там Арбенина Как она там Она в жюри просто сидела Да, и как будто Прокрашены ли корни хорошо у неё на голове Как там всё это В общем, люди очень смотрели И переживали И да Хорошо А ты ездил в США Это был музыкальный или театральный фестиваль? Музыкальный Музыкальный Но мы знаем Разведка донесла Лепс нам рассказал Что ты ещё и с театром связан На ушко Он сначала сказал, что деньги мы должны Но он ещё театральный Поэтому вы поговорите о театре с ним Лепс говорит Я сам хотел бы пойти на его спектакль Но времени нет У меня корпоративы В отличие от Василия Потому что у меня их меньше не стало Вот они где Куда корпоративы делись А не у Лепса все Расскажи, пожалуйста, о театре Ну, у меня просто театральное образование Не музыкальное, в принципе Поэтому, да Я как бы Артист, актёр Но Я в театре не работаю уже давно А тут вдруг Вот летом в августе Меня взяли И позвали в театр на Таганке Поучаствовать в постановке спектакля Неплохой театр И я пошёл И мы поставили спектакль ВИЙ Который сейчас идёт В театре на Таганке О котором, кстати, нам Обязательно рассказывала Да, Ирина, да Это такой музыкальный спектакль Очень Ну, в общем, интересный Спектакль просто Просто приходите В следующий раз он в Москве будет Кстати говоря, сегодня Но сегодня я туда уж Да простит меня Ирина Апексимова Я сегодня приглашаю Ну, по желанию, короче Кто хочет в театр А кто хочет ко мне на концерт Так У меня там есть просто состав Я сегодня в этом спектакле не играю Потому что сегодня я играю свой концерт В Гластенберри Пап В Москве А спектакль Вейна Таганки С моим участием Будет 10 марта Отлично Нам нужно послушать свою рекламу А ты пока можешь поговорить Звездный завтрак На радио Шансон 10.26 в Москве У нас в звездном завтраке Сегодня с нами завтракает музыкант Актер, поэт, автор, исполнитель Василий Урьевский До рекламы мы поговорили о том Что Василия можно увидеть В театре на Таганке В замечательном спектакле Ви Музыкальный спектакль Ви Но еще Василий Он и В кукольном театре Был Работал Работал Служил Кстати, там тоже ведь служил Да Там как в церкви Скажи мне, пожалуйста Почему именно выбор пал на кукол Ты плохо учился в школе или что? Я плохо учился на драме И тебя выгнали в кукол Это происходило в городе Саратов Я поступил в театральный И на драму поступил актер Театра драмы и кино Как и все хотели Все хотели сниматься в кино И вот Не мог драматично падать Отчего люди не летают И не падал, да? Ну, наверное, я не знаю Ничего не мог Отучился год И после первого курса Меня просто сказали Ну, либо иди вообще куда-нибудь Куда-нибудь Либо иди на другое отделение Вот есть куклы, например Но я как-то не хотел бросать театральный Поэтому пошел на куклы Слушай, а на куклы всех отправляют У кого в здравый? Нет, не всех, только как бы таких Да, да Те, кто слышат, что говорят куклы Сейчас образцов нас слышат и гордится Уже нет Если бы услышал, гордился бы В общем, я пошел, нисколько не жалею Закончил отделение актера театра кукол В дипломе написано Артист-кукловод Поработал в театре кукол в Саратове Доволен, все хорошо А какая у тебя была самая любимая кукла? Самая любимая роль? Петрушка Петрушка? У нас был какой-то очередной юбилей победы И обязали все театры поставить спектакль про войну Театр кукол тоже не исключение был Мы поставили спектакль, как Петрушка на войне А Петрушка дубинкой гонял Гитлера, значит, по полям Слушай, а для того, чтобы Петрушку играть Тебе приходилось менять голос? Или ты говорил своим голосом? Нет, я меня... Да, там практически всегда Есть такое понятие попасть в маску Голосом в театре кукол У нас там Петрушка даже Да, конечно Добрый вечер! Петр Петровичуксусов на связи Здравствуйте! Ой, что это у вас такое? Дили вон! Ой, давай сюда! А куда звонить? А куда говорить? Да, 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 да Ой, что такое? Ну, хорошо Это такая смесь Харламова и Карлсона Очень красиво получилось Скажи мне, пожалуйста Вернемся к театру Ты сказал, что ты давно нигде не играл И вот тебя позвали в театр на Таганке Да, ты вернулся Ты начал репетировать, начал играть Соскучился по театру? Ты хочешь теперь полноценно в него вернуться? Или опять в музыку уйдешь? Соскучился, но полноценно не хочу Нет? Я не хочу уходить из музыки Да, на полставки, типа того, да Я думаю, что вот если мне предложат Еще какие-то спектакли А мне уже предложили Так Там же в театре на Таганке То есть, ну я думаю В какой-то момент нужно будет просто остановиться На определенном количестве спектаклей И потому что я сейчас в основном То основное мое поле деятельности Это вот мои песни, которые я пишу и пою И я этим очень доволен Я как бы свободный художник Вот А в театре, ну что это? Нужно класть туда трудовую и служить А служить я не готов А в ВИИ Ну так, чтобы прям вот ВИИ, ты кого играешь? Кого ты играешь в ВИИ? В ВИИ я играю одного из демонов Это такая, знаете, не классическая постановка Гоголя Поэтому сложно объяснить Достаточно надо смотреть Там есть три персонажа Они, ну условно, такие демоны И я вот один из них Которые занимаются тем, что Искушают человека на грех Твой демон как-то отличается от двух других Я почему сейчас задаю этот вопрос Потому что многие люди сегодня послушают наш эфир Захотят прийти, да, на твой спектакль И хотят тебя увидеть конкретно А где же Вася? Которого все знают Парам-парам-парам, Вася Может, тебе розочка на костюме где-то будет? Нет, кстати, меня будет видно Я волосы вот так вот вверх делаю Вверх, все Волосы вверх, это хорошо Друзья, у нас совсем скоро игра 5 секунд Если хотите сразиться с Василием Урьевским 2-2-3-5-5-5-0 Код города 495 Звоните 10-34 в столице Приятную компанию Тем утром нам составляет Василий Урьевский Друзья, и прямо сейчас Начнем пытать его реакции Игрой на 5 секунд Да, 5 секунд Против Василия Сегодня играет Николай Николай, доброе утро Здрасте Доброе, доброе утро Николай, в отличие от Василия Вы знаете правила игры? Что нужно делать? Знаю Давайте покажем пример Тогда мы с вас и начнем Значит, даются задания И 5 секунд на ответ Реакция Итак, поехали Николай, вы первый Слушайте внимательно Назовите трех первых персонажей Которых встретил на своем пути Колобок Лиса Бабушка И дедушка Интересная сказка была Лиса была последняя Бабушка с дедушкой А бабушка с дедушкой Я бы не подумал Бабушка, дедушка, зайчик Бабушка, дедушка А потом зайчик Это вопрос с подковыркой Так, теперь Такой же вопрос Василия Василий Назови трех любых персонажей Сказки про доктора Айболита Первая мартышка Вторая мартышка Третья мартышка Обезьянки Которые болели Да За кого? За доктора Айболита За спартак они болели За собаку За храму и они болели Ну ладно Вообще-то я играл Айболита В театре Теремок В Саратове Но что-то не очень Мне кажется Вперед, ребята Нам дорога каждая минута Бармалей Спеши Ну ладно Слушай, у меня уже хуже получается Если ты играл в Айболита Мог бы и побольше Чем три мартышки назвать Ну ладно Они просто были очень смешные У нас Сказал, Ольга Семеновна играла Там Да, кстати Николай Зарашев Так что 1-0 у нас? Пока 1-0 Николай, назовите Три любых хвойных дерева Ель Кедр И сосна Молодец Молодец 1-1 Сравнял Василий Назови три последних нарушения За которые ты получил штраф Превышение 60 километров Превышение 80 километров И превышение 60 километров Два раза по 60 Один раз 80, да? Да Хорошо Собрал по 1, смотри Он так быстренько отклонился У него и машина Приехал на метро Так, 2-1 2-1 Николай Назовите три любых фильма С участием Андрея Миронова Так, так, так Блин Что-то Василий так переживает Что вы не успели Что-то знакомое, да Я бы просто ответил С удовольствием на этот вопрос 2-1 2-1 Все, мы идем дальше Не ответили, не ответили Дальше Василий Назови три любых хитоления Доогучина Босоногий мальчик Крыша, дождь Дома твоего Какой мальчик? Чудосоногий мальчик Это только дождь Что бывает Я вот это имел ввиду Все, 2-1 По прежнему В пользу Василия, правда Продолжаем Николай Назовите три любых вида шоколада Горький, темный, белый Молодец Молодец Умница Только темный Темный и горький Это, по-моему, одно и то же Ну ладно Спросили три вида Пористый Вот тогда да Молочный Молочный Что, не засчитываем, что ли? Вот я не знаю Темный Ну ладно, давайте С мартышками засчитали И шоколадкой засчитали Так, засчитали Василий Назови три любых вида кукол В кукольном театре Штоковая, марионетка И тростевая Молодец А вот, которую вот на руку надевают Это штоковая? Перчаточная А штоковая это какая? Штоковая, которая по столу ходит У нее одна в спину, ну ладно В спину, скажем так, шток А другой в голове И вот так вот и ходишь А им не больно? Нет Три-два Уже нет Три-два Таня, я твой вопрос задал просто Идем дальше Николай Назовите трех любых известных телеведущих Тина Камдулаки Раз Аверин Два И все Аааа, Николай Николай Акаджан Малахов Нагиев Нагиев Урган Да там их миллиард Урган тоже был, да Миллиард 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 Просто Последний вопрос Ну уже Василий все равно выигрывает Три-два Счет Назови Василий трех любых актеров По имени Василий Василий Лановой Василий Ливанов Василий Аааа Шук Урежки А черт Шукшин Шукшин Звездный завтрак Ответы Ответы должны быть Развернуты Просто продолжить фразу Развернуты Да-да-да Не волнуйся Развернуты Когда в моей гримерке Оказывается Фанат К Я Ну или фанат К Или фанат К И я Вообще бывало такое? Ну да Вообще у тебя бывают гримерки Помнишь? У тебя бывают гримерки Приходишь и куклы сидят А можно вот автограф? Не фанатки Куклы это А это работяги Так А когда в моей гримерке Оказывается фанатка Я говорю А где все? А можно всех посмотреть? Вы что-то не очень знаете И в этот момент Гасит фары своего автомобиля Да Так, следующий Как дальше? Доставай Доставай Конечно Все Про фанатку вспомнил Завыбался Глаза загорелись Сразу планы на вечер Нарисовались человек Конечно После концерта Когда мне хочется Хорошо отдохнуть Я Звоню той фанатке Вы же не подсказывай Лен Не подсказывай Я Иду домой и сплю Как банально А это все артисты так делают Ну да Сон лучший отдых для тебя А как же Эй, ребята Я всех угощаю Это работа Это работа Кабакета потом Работа Погрустнел Давай дальше Залезай быстро в эту пилотку Слушай, хорошо, что мы не взяли его на бархатный шансон с собой Он бы там только спал Да Конечно Нам нужно было Эй, фестиваль Давай уже читай Фестиваль Так Для полного счастья Мне не хватает Интересные вопросы Фанатки в гримерке Ну, не знаю Второй раз Для полного счастья Ну вот серьезно Вот если вот Исключить там все материальные истории Много денег на тебя свалилось Что бы ты сделал? Ну, какие-то банальные вещи в голову лезут Я не знаю Помог бы котенку Оригинальное Помог бы котенку Без лапки Накормил бы котенка Двух котят тогда Я бы накормил всех котят на земле А щеночков? Нет Злупа Принципиально? Это твоя принципиальная проблема? Ты не любишь собачек? Здесь я не поколебим Только котят С нами в гостях Докхантер Известный Докхантер Василий Урьевский Сейчас он Достанет следующую бумажку Так В детстве Я хотел стать Мастером спорта По Все же в детстве Хотели спортсменом Каким-то стать Я нет Мастером спорта По прыжкам в длину А ты прыгал в длину в детстве? Или просто мечтал? Ну, я прыгал С качелей причем По прыжкам в длину С качелей Как далеко ты прыгал с качелей? Я вообще был Чемпионом во дворе Да Я прыгал дальше 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 Сколько раз ты расшибал голову? Вообще ни разу Правда? Я был отчаянный псих такой Я не знаю, как я это делал раньше Я вот сейчас вот Вот что-то ноги ломаю каждый год А тогда я летал Так А сейчас ты отчаянный взрослый псих Голубь, прямо голубь В баре Я первым делом А, все? Да Что ты первым делом делаешь? Сплю И там спишь Только селом Никто не делаешь Еще один вопрос Можно Да, Станя еще что-нибудь Да, хороший собеседник у нас Сегодня весь Спасибо Я душа компания Дыша Я душа компания Так Больше всего Меня в жизни бесит Глупые вопросы Спасибо Из пилотки звездной Нет Спасибо за честные ответы, Василий Спасибо, Василий Звездный завтрак На радио Шансон 10 часов и 54 минуты Московское время Друзья У нас в звездном завтраке Василий Уриевский Человек И музыкант И актер И все у него хорошо Да? Все у тебя хорошо? Как выяснилось С импровизацией не очень Не очень, да Но у тебя знаешь Поработай, поработай А в Википедии есть Про тебя страница И там внизу есть ссылка На твой официальный сайт Сайт не работает Нет никакого сайта Открывается на эстонском Что типа что-то там не то Да, извините Вы попали не туда Надо обновить информацию Где Википедия Википедия, да Сайт есть Просто поменялось Видимо ком на ру Уриевская Уриевская.ру Есть такой сайт На нем есть Самая главная информация Близ лежащих Или предстоящих концертов А ты сам помнишь На сайте А я помню Давай Удиви нас Ближайший концерт сегодня В городе Москва В Гластенберри Пабе Вечером Во сколько? В 8 часов вечера Толстый состав Как я это называю Когда будто я И группа С барабанами Рок-н-ролль Громко-весело Да четверо нас Четверо? Да А затем Самара В эти выходные На следующей неделе Пермь Ижевск Киров Екатеринбург Там уже не толстый состав Я один с гитарой Так по-бардовски Тепло, уютно Вот Смотрите Конкретно Когда где Вот заходите На сайте До Владивостока доедешь Там интересовался народ Но я уже бывал Во Владивостоке Один раз Там хорошо Подожди А вот когда ты На такое длительное время Выезжаешь Гастрольный тур Ты вот Не возвращаешься же Обратно после каждого города Нет Это подряд А как же театр Маленький тур В этот момент То есть ты там договариваешься Во-первых У меня в театре На данный момент Всего один спектакль идет И он Ну там раз в месяц Максимум два раза в месяц Стоит в репертуаре И А когда Ну и кроме того У меня есть дубль Вот сегодня у меня концерт В Гластенберре А в театре как раз идет ВИ Там играет Сейчас он все расскажет Конечно Пошли на него Даже не помнишь кто Какое неуважение к театру У Василия Давай книжки Давай книжки У Василия издан один альбом Да как он называется Ну назовем его так Да У меня на самом деле их 16 Но они как бы Остальные 15 Изданы неофициально Но при этом у тебя издана еще и книга Есть Со стихами Книга И если подрестать эту книгу То тут еще песен Это стихи и тексты песен Да Это стихи и тексты песен Это ее можно приобрести Такой сувенирчик на концерте Опять Фамеру-то покажите Что там приобрести Можно петь кстати Друзья Если приобрести такую книжку Можно приходить на концерт И петь А скрывать Василия И делать вид Что вы знаете Есть твоя песня Изгиб гитары желт Да конечно Есть В самом начале И там еще рассказывается Как и когда я ее написал Чтобы не было вопросов У костра во сне Когда уснул у костра Мне приснился Олег Митяев И говорит И продиктовал Додиктовал И говорит Подпиши что это только Олег Митяев А не Василий Ну что друзья Приятно проснулся и так и сделал Пришло время прощаться К сожалению Время не резиновое Поэтому Вась Еще несколько приятных слов Для наших слушателей Сейчас Сейчас Приятных слов мне сказать Или сейчас Сказать приятных слов Или послушать Не 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 Слушать Ну что уже наслушался Хватит Ну что Приятные слова В адрес Радиошансон Хочу сказать Спасибо Спасибо что позвали меня Пожалуйста А в адрес слушателей Которые не отключились Во время нашего эфира Все еще здесь Друзья Ну Слушайте радиошансон Держите в себе Как можно дольше Хорошее настроение Которое Которое помогает Держать радиошансон Вот сейчас Закончится утренний эфир А вы продолжайте Улыбаться Идти Идти по жизни Смеясь И в общем То же твоя песня Да Она идет Куда-то там Это следующее Которое я написал Поликлинику смеяться То есть даже если вы сломали ногу Как ведущая этой программы И прыгаете на костылях Как я месяц прыгал Улыбайтесь все равно Гипс Гипс снимется Нога зарастет А жизнь будет продолжаться Все хорошо Друзья Дай бог тебе здоровья Молодец Спасибо Молодец Спасибо что пришел Отработал Друзья Утренняя шоунастройка продолжается Ой продолжается Все Нет все Но ты можешь остаться В понедельник Посиди здесь часик еще А мы в понедельник придем Леня, Таня, Артем Счастливо Пока Звездный завтрак На радио шансон